Уважаемые друзья, в первую очередь я хотел бы поблагодарить моих азербайджанских коллег Центр стратегических исследований за возможность, за приглашение и возможность участия в данной очень важной, на мой взгляд, конференции. Буквально несколько недель назад мы встречались практически в этом же составе, большинство спикеров этой конференции участвовали в конференции по аналогичной теме в Астане, организованной нашим институтом, Казахстанским институтом стратегических исследований, которая также была посвящена вопросам развития перспектив евразийских транспортных коридоров, в котором участвовали эксперты из Китая, России, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Ирана и других стран. И, как правильно отметил наш уважаемый коллега из Китая, в последнее время действительно этой теме уделяется очень большое внимание, проводится очень много экспертных встреч, и это не случайно, потому что вопрос развития транспортно-транзитных систем снова выходит на первый план. Во многом это связано с новой китайской инициативой, программой экономического пояса «Шелку пути», которая дал такой серьезный, мощный импульс экспертным, и в целом политическим даже дискуссиям относительно перспектив строительства новых трансконтинентальных, трансрегиональных транспортных коридоров. Хотя, ради справедливости надо отметить, и мой коллега Фархад Мамадов об этом в своем выступлении уже говорил, что в регионе обсуждались и другие проекты и программы, это и американская концепция нового «Шелку пути», и другие похожие программы. Но вот именно после того, как господин Синь Цзиньпинь было, кстати, это было озвучено в Астане в 2013 году во время его визита, экспертные дискуссии еще большим таким накалом усилились, поскольку в данной китайской концепции или программе экономического пояса «Шелку пути» очень много выгодных моментов, выгодных моментов с точки зрения того, что Китай, естественно, сейчас новый центр, экономического развития, новый центр экономического роста. И по данным экспертов Всемирного банка, к 2020 году товарооборот между Китаем и Европейским Союзом ожидается, что дойдет по осторожным оценкам до 800 миллиардов долларов, а по оптимистическим прогнозам и до 1 триллиона долларов. И, как уже отмечалось, ожидается, что объем грузопотоков должно будет увеличиться до 170 миллионов тонн. Естественно, это подогревает интерес к перспективе подключения к этим транспортным потокам. Можно долго, конечно, говорить о конкурентоспособности сухопутных маршрутов, морским маршрутам, но мы не можем обойти геополитические вопросы, о которых мы в любом случае упоминаем, что, учитывая те непростые и сложные процессы, которые происходят в глобальной политике, в сфере международных отношений, нарастания международной геополитической напряженности, как то и дело в разных регионах, зонах вспыхивают новые очаги конфликтов, к сожалению. Естественно, на первый план снова выходит вопрос строительства альтернативных маршрутов. Поэтому сухопутные маршруты в любом случае будут оставаться в зоне внимания и экспертов, и правительств, и транснациональных компаний с точки зрения определенных выгод. И здесь очень важно, насколько центроназиатский регион и в целом и кавказский регион, сегодня это главная тема нашей конференции, насколько эти регионы готовы участвовать в реализации этой программы. Здесь я хотел бы несколько дать обзор казахстанскому видению развития стратегии шелкового пути. Дело в том, что казахстанским лидерам Наштан Назарбаевым идея возрождения шелкового пути озвучилась еще в 2006 году. И более того, все эти годы реализовывались масштабные транспортные проекты, которые позволили создать определенную уже транспортную инфраструктуру в регионе. Это уже упоминавшийся только что моим коллегам из Туркменистана железнодорожный маршрут Узень-Булашак-Горган, Берекет-Горган, протяженностью около 900 километров, который открывает перспективу выхода, перспективу развития транспортного пути в южном направлении. И это новый маршрут, новая ветка, которая была буквально введена в прошлом году в Казахстане тоже в эксплуатацию, Бени-Ужис-Казган, протяженностью 928 километров, достаточно большой серьезный маршрут, и Аркалы-Шубарколь около 200 километров. Эти проекты были очень важны, потому что в Центральной Азии в регионе, существующие на данный момент транспортные пути, они имели меридиальное, вертикальное направление с севера на юг, и не обеспечивали взаимодействие по маршруту запада и восток, с западных рубежей, на восточных рубежей и наоборот. Поэтому ввод новых железнодорожных маршрутов, которые Казахстан реализовал последние 4-5 лет, протяженностью фактически более 1200 километров было построено за это время, они позволили впервые создать транспортную магистраль, связывающую западные, центральные и восточные рубежи Казахстана. Благодаря этому расходы на грузопоток по маршруту север-юг и восток и запад ожидается, что уже будут сокращены на 30%. В целом маршрут будет оптимизирован на более чем 1000 километров, а это очень важный показатель, поскольку для любого транспортного проекта, для груза очень важно это расстояние и сроки. И ввод новых железнодорожных магистралей позволяет уже оптимизировать на 1000 километров. Ну и сроки доставки, естественно, сократить от 1 до 3 суток. Это уже тоже достаточно большой момент. И более того, несмотря на то, что Казахстаном были уже реализованы подобного рода проекты, в прошлом году казахстанский лидер выступил с новой идеей, идеей новой экономической программы, которая называется Нурлужол, это «Светлый путь», суть которой именно акцент на развитие транспортно-транзитной инфраструктуры в регионе в целом. В целом планируется, что Казахстаном на развитие транспортно-транзитной инфраструктуры до 2020 года, это фактически ближайшие 5 лет, 4 даже года, будет направлено около 40 миллиардов долларов. Будет привлечена достаточно большая сумма, около 40 миллиардов долларов. Это и модернизация железнодорожной инфраструктуры, это модернизация системы авиаперевезок, автомобильных дорог и так далее, которые в совокупности позволят создать достаточно эффективную транспортную систему. Почему? Потому что мало построить дороги, очень важно построить, создать эффективную сеть обслуживания этих транспортных путей. Поэтому в этой связи мы, когда говорим о перспективах транспортно-транзитных программ, очень важно говорить еще и о необходимости, и о проектах логистической направленности. Как известно, Казахстаном совместно с Китаем реализуется очень большой проект на переходе Харгос, Международный транзитный центр. За это время было направлено достаточно большое средство, и его функционирование уже должно обеспечить, именно на пограничном переходе двух стран, обеспечить грузопотоки до 40 миллионов тонн. И получается, что на востоке Казахстана сейчас уже фактически начинает функционировать сухой порт, так называемый сухой порт Харгос, и благодаря построенной железнодорожной сети с востока на запад, он будет соединен с другим нашим важным транспортно-транзитным узлом, морским портом Ахтау. В связи с этим, конечно, резко повышаются транзитно-транспортные возможности Центральной Азии и Кавказа. На сегодняшний день морской порт Ахтау, как известно, обеспечит 25% транспортных перевозок на Каспии. 25%. В 2014 году было осуществлено перевозки около 10 миллионов тонн. Сейчас, в этом году, если не ошибаюсь, в этом году завершается проект по расширению, модернизации Ахтауского морского порта, который позволит увеличить мощности до 21 миллиона тонн. И это не только, собственно, морской порт. Как я уже говорил, очень важно создание логистической инфраструктуры. И вот в этой связи сейчас строится зерновой терминал, который обеспечит полтора миллиона тонн мощности, и два универсальных еще терминала, которые обеспечат тоже грузопотоки на полтора миллиона тонн. И в этой связи, мне кажется, нужно, отдельное внимание заслуживает проект, который сейчас реализуется. Не проект, а взаимодействие, которое сейчас осуществляется между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией в рамках Координационного комитета международного проекта, транспортного проекта в целом на Каспийском регионе. И в этом году Казахстан планирует уже начать железнодорожные контейнерные перевозки по маршруту Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция. То есть мы фактически уже с вами реализовываем такой достаточно большой проект. Здесь очень важно просто отметить, почему этот маршрут становится эффективным. Дело в том, что Казахстан также управляет китайским портом Ля-Нюнган, и благодаря вот единой сети транспортно-логистической системы фактически уже формируется, так скажем, такая транспортная опора. уже, которая начнет функционировать. Но, как я уже говорил, недостаточно просто строить дороги, важно его обеспечить сервисным, достаточно высоким уровнем сервисного обслуживания. И здесь, мне кажется, и стоит сосредоточиться мозговым центром, экспертным структурам над поиском проектов, развитием проектов, которые дадут возможность повысить транспортно-транзитные возможности этого региона. Ну и, конечно, еще один вопрос, который неизбежно всплывает во время таких дискуссий, что первично, геополитические выгоды или экономическая целесообразность. Мне кажется, это будет всегда идти. Здесь, мне кажется, где-то самих себя обманывать тоже, наверное, не стоит, что неизбежно будет определенной родой, конечно, и конкуренция, но важно эту конкуренцию направить, так скажем, позитивное русло. То есть, если мы будем говорить и именно акцентировать на экономических выгодах, это даст возможность для широкого и эффективного участия всех сторон. То есть, нельзя говорить, скажем, о выгоде каких-либо направлений, как иной раз слышу на разных конференциях, когда говорят, что северные маршруты более выгодны, чем южные или западные. Мне кажется, в данном случае речь идет о том, что новые строящиеся трансконтинентальные транспортные магистрали, они открывают новые экономические перспективы для всех этих регионов, для всех этих стран. И важно будет такое совместное участие. Мы уже видим, что на примере даже транспортных проектов осуществляются уже конкретные модели региональной кооперации. Вот пример строительства железной дороги по направлению Казахстан, Туркменистан, Иран, которые эти страны реализовали. Или, скажем, тот проект, о котором я только что говорил, который реализуется Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. То есть, это пример, конкретный пример такой эффективной региональной кооперации. Но важно, чтобы эти проекты сопровождались комплексом других проектов. Казахстанский лидер всегда в этом плане подчеркивает, Наштан Азербайджан, о том, что очень важно сопровождать подобного рода проекты еще соответствующими культурно-экономическим и политическим проектам взаимодействиями. Мне кажется, мы не должны забывать о потенциале таких структур регионального взаимодействия, как Шанхайская организация сотрудничества, которая может быть наполнена новым содержанием в связи с новым проектом. Мы не должны забывать о таком еще региональном институте, как совещание по мировым взаимодействиям и доверия в Азии с ВМД. В этом году в Китае пройдет в мае очень большой саммит с участием в региональных аналитических структур. И очень важно, чтобы была, так скажем, вторая дорожка. Дипломаты очень хорошо знают, когда идет политическая консультация, важно еще обеспечить параллельно вторую и третью дорожку. И здесь мозговые центры могли бы активно участвовать в формировании такой, скажем, второй экспертной дорожки обсуждения перспектив шелкового пути. Я уже об этом говорил в Астане и предлагал, и предлагаю нашим всем коллегам обсудить идею создания некого такого аналитического консорциума стран шелкового пути, то есть с участием мозговых центров аналитических структур Китая, России, Центральной Азии, Кавказского региона, чтобы мы могли вот более уже предметно, экспертное сообщество где-то должно идти все-таки на шаг впереди. И в последний момент, который я хотел сказать, что буквально вот позавчера президент Казахстана провел первое заседание после избрания на должность президента, первое заседание правительства, где он говорил о новых стратегических приоритетах. И в этом своем слове он отметил, дал, так скажем, поручение национальным транспортным компаниям развивать новые проекты и сосредоточиться в направлениях Китая, сосредоточиться в направлениях Центральной Азии и Кавказа. Мне кажется, это такой очень важный сигнал. И в связи с этим, мне кажется, я думаю, нам тоже стоит принять активное участие. Я знаю, что существует такой диалог в формате тройки, экспертный диалог Грузия, Азербайджан, Турция. Я думаю, что мы могли бы так же эффективно в этом участвовать. Спасибо. 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 Спасибо.